Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Биткоин стоит на месте, поэтому я покажу вам свои торговые идеи в долгосрок, а также в короткую перспективу. На биткоине и на эфире нужно какое-то движение на рынке, потому что нужно что-то поторговать, иначе будем просто смотреть на графики. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Я торгую уже 24 года. 4 года уже записываете видосы. Все это бесплатно для вас. Можете смотреть, если хотите. Ну и давайте перейдем на графики прямо сейчас. А, кстати говоря, вчера я забрал 30 тысяч долларов со своего аккаунта на Bybit. Я инвестировал в XAI, компанию Илона Маска. Это частная сделка. Я не могу, к сожалению, поделиться деталями на публике, но вы можете сами погуглить, где-то найти в интернете. Я, к сожалению, не могу дать больше информации. Вам придется самим провести исследование, узнать, что это такое. Компания Илона Маска, XAI. Ну давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Биткоин, стейблкоин. У меня уже есть две торговые идеи, которые я давал раньше. И в принципе, они до сих пор актуальны. Зайти на 62 тысячи или на 59 500. Я думаю, что это безопасный вариант для входа. Почему? Потому что здесь восходящий клин на биткоине. Вот он, восходящий клин. Внутри создается давление, и выходим вниз. Восходящий клин на биткоине. Крипто-гуру-бота держит сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале прошлого года. До сих пор не перевернулся в продажу. Стохастика направляется вниз, и падают торговые объемы. Это опасные сигналы. Но на дневном стохастик уже ушел в перепроданность. Сквиз-моментум переходит в красную зону. Еще не перешел, но в процессе. Видите, четкий восходящий клин на дневном таймфрейме. Это медвежий паттерн. Может, конечно, вверх пройти биткоин. Потому что, как правило, выходим из фигуры, когда пройдем 70% длины. Так что, возможно, еще какое-то движение вверх. Но падают торговые объемы. Такие низкие торговые объемы. Мы такого не видели уже. Где мы там видели такие низкие торговые объемы в последний раз? Даже не знаю. Давайте посмотрим. Очень, очень низкие объемы. Закрылась неделя. Просто ужасные торговые объемы. Посмотрите. Закрылась неделя, и объемы были 480 тысяч биткоинов. На предыдущей неделе... Это было... Таких низких объемов мы не видели с января 23-го года. Биткоин тогда стоил 17 тысяч. Нихрена себе. Какие низкие торговые объемы на биткоине? В 23-м году мы видели такие торговые объемы. Биткоин стоил тогда 17 тысяч. Очень низкие торговые объемы. Рискованно сейчас в лонг заходить, честно говоря. Также здесь на графике желтая трендовая линия. И, скорее всего, биткоин пойдет к этой трендовой. Это основная трендовая линия. Желтая. Это моя цель. От нее буду заходить в лонг. Но давайте посмотрим еще ближе. На 4-х часовой. У меня две торговые идеи. Рассчитываю на отскок от этих уровней. На битточке. Вот они. Две идеи. На 59 тысяч долларов. И выше. На 63 тысячи. И я бы оставил эти торговые идеи. Не хочу заходить в лонг. Сейчас. Почему? Потому что, похоже, биткоин пойдет вниз к моим ордерам. Конечно, можно и выше попробовать зайти. Вот здесь, например, на 64-300. Тоже открыть какую-то позицию. Но, может быть, и быстро биткоин опустится ниже. Поэтому эти две торговые идеи, которые у меня. Почему? Опять же. Потому что восходящий клин на биткоине. И выходим из него вниз. Поэтому там легко может биткоин уйти на 59 тысяч долларов. Сейчас покажу свой торговый аккаунт. Но сначала напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. На байбит регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Я сам торгую в основном именно на байбит. Также можно торговать на бингекс, на байненс. Два. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. И три. Присоединяйтесь к моему телеграмму. Где уже около 9 тысяч трейдеров. Теперь мой торговый аккаунт на байбит. Здесь у меня установлены ордера на 3 биткоина по 63 тысячи долларов. И на 10 биткоинов по цене 60-250. А также хочу взять 1 миллион доджкоинов по 11 центов. И прямо сейчас я не хочу открывать никаких позиций на биткоине. Потому что такие низкие торговые объемы. На аккаунте у меня 611 тысяч 300 долларов. Я забрал отсюда... Не, извините, 20 тысяч я забрал, не 30. Для инвестиций в XAI. 636 тысяч было. Сейчас 611. USDT у меня на 193 тысячи. MCRT на 91 тысячу 600 долларов. 1 биткоин на 67 900. Юнисвап на 41 тысячу долларов. Минус 5 процентов. Там были новости в Юнисвап. Насчет того, что было предложение разделять вознаграждение между холдерами. Но это предложение не прошло. И цена Юнисвап упала на 5 процентов. Это не очень хорошо. У меня сейчас... Сколько Юни? Давайте проверим вообще, что там на графике. По Юнисвап. Не очень хорошие новости для держателей Юни. 9 долларов 30 центов. Сильное падение, конечно, после этих новостей. С 12 долларов ушел вниз. Опустился на уровень поддержки. На 11.70 поднимался. И... Тоже торговые объемы. Посмотрите, какие низкие объемы там. Объемы... Просто ни о чем. Исчезают торговые объемы. Очень опасная история. И... Нужно сокращать позиции, похоже. Потому что опасная ситуация. Нужно продать Юнисвап. Давайте поставим ордера на продажу. Я продам, сокращу позицию. 5 тысяч долларов. Еще на 5 тысяч долларов поставлю ордер. Нужно сократить позицию. Еще больше нужно сократить. Потому что плохие новости, честно говоря. Хорошо. Заполняются ордера. Продадим еще на 5 тысяч долларов. Сокращаю позицию в Юнисвап. На этих новостях. Нужно было, конечно, вчера еще это сделать. Перед этим падением. Теперь у меня осталось Юнисвап. Сколько? На 20 тысяч долларов? Да, на 20 тысяч. Хорошо. Давайте посмотрим теперь на Доджкоин. Везде падают торговые объемы. Нужно быть очень осторожным, честно говоря. И на Доджкоине, смотрите, тоже восходящий клин. Видите, да? Вчера я тоже говорил об этом, что восходящий клин на Доджкоине. И падают торговые объемы тоже. Смотрите, как падают торговые объемы. Там у меня стоит заявка на 11 центов по Доджкоину. А сколько у меня Доджкоина сейчас? Додж у меня на 34 тысячи. Тоже буду сокращаться. Продаем Доджкоина на 5 тысяч долларов. Хорошо, продам Доджкоина еще. Останется на 24 тысячи. Давайте еще на пятерик сдадим. Продается уже на 5 тысяч, заполняется заявка. Хорошо, поставили ордера на продажу еще по Доджкоину. И теперь давайте куда? На Ворлдкоин посмотрим. Все Альткоины показывают слабость. На Додж мы только что посмотрели. На Юнисвап. И в принципе везде по рынку. Падают торговые объемы. Нужно быть очень внимательным. Это опасная ситуация. Давайте откроем Ворлдкоин еще. Тоже пытается сейчас удержаться на трендовой линии. И тоже посмотрите на торговые объемы. Да ужасный объем это просто. Но видите, желтая трендовая линия, она ниже. И легко Ворлдкоин может уйти туда. На 3 доллара 60 центов. Ворлдкоина у меня сколько? На 37 тысяч. Нужно продать еще Ворлдкоина тоже. Не очень хорошо то, что на рынке происходит. К сожалению. Хорошо. Продаем Ворлдкоин. На 32 тысячи теперь. Но давайте сократимся еще по Ворлдкоину. До 20 тысяч сократим. 22 тысячи. Хорошо. Теперь Покет. На 38 тысяч долларов. Там пока что держится. В общем, мы сократились по Доджкоину, Юнисвап, Ворлдкоину. Покет на 38 тысяч у меня. 1 биткоин. МСРТ на 91 тысячу. Но давайте все-таки на Покет еще посмотрим. Токены, которые еще не залистились на крупных биржах, типа Binance. Я не продаю пока что. Но это не финансовый совет. Вы должны проводить свои исследования. Покет еще не залистили на самых крупных биржах. Но здесь Покет не смог пробить сопротивление. Выходил вверх и... А посмотрите же, торговый объем это опять какие низкие. Да это же просто какое-то безумие. На 12 центов у меня стоит уровень. Но дальше там остановка на 9 центов, если пойдем ниже. Ну хорошо. Давайте сократимся и по Покету. Все-таки имеет смысл. Хорошо. Сократились и по Покету. На 28 тысяч. Но давайте может быть еще. Ставим еще один ордер. На продажу. Теперь на 23 тысячи. Дочкоин 19. Вордкоин. Да. Сократили все эти позиции. До плюс-минус 20 тысяч долларов. Опасно. Падают торговые объемы. Лучше, как говорится, предохраниться. Не забывайте присоединиться к телеграмму. 131 трейдер онлайн. Трейдеры торгуют. Делятся разными графиками, торговыми идеями, соображениями по рынку. И также много тут говорят о падении на торговых объемах. Это не только я вижу эти низкие торговые объемы. В чате у меня тоже их видят. В общем, на этом на сегодня все. Под видео есть полезные ссылки. Биржи, курсы, телеграмм. И вы увидели, как я сократил позиции. И вышел в USDT. На аккаунте у меня 611 тысяч. В принципе, так-то и биткоин можно было продать. Потому что если биткоин упадет... Но в принципе, можно и оставить. Покет сократил позицию до 23 тысяч долларов. Доджкоин до 19. Ворлдкоин до 22 тысяч. И Юнисвап до 21. По Ворлдкоину и Юни уже заполнили заявки. Покеты. Доджкоин пока что не полностью. Сейчас нужно торговать очень аккуратно. Я сокращаю позиции. Фиксирую частично прибыли. Потому что рынок выглядит сейчас не очень. Самые низкие торговые объемы. Такие объемы мы видели последний раз в январе 23 года. Это очень опасно. Потому что объемы предсказывают цену. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Да, я торгую осторожно. Но я стараюсь сохранить свой капитал. Если объемы вернутся, то я перезайду. Но если объемы продолжат такое падение, как сейчас, то... Будет и падение в цене. И тогда я все возьму подешевле. У меня там стоят уже ордера на покупку, кстати. На Покете... А, нет, это же на продажу ордера. Вот на WorldCoin по 3.60 хочу взять. Но давайте здесь тоже сократимся. Поменьше поставим объем этой покупки. Под 9 центов. И также у меня стоит заявка на 2 биткоина по цене 58 тысяч. Нужно торговать сейчас очень осторожно. Потому что так сильно упали торговые объемы. Спасибо, что посмотрели это видео. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Включите колокольчик. Будем внимательно наблюдать за рынком. Всем хорошего дня. И увидимся завтра.